Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Дима. Добро пожаловать на мой канал Advance Bay. My life, my style. Моя жизнь, мой стиль. Хотел бы с вами поделиться с новой рубрикой, которую я начинаю на своем канале. Если вы посмотрите мои предыдущие видео, они были в основном на английском языке. Это мой второй, даже скажем, третий язык. Поэтому я хотел бы попробовать сделать рубрику на русском языке. Рассказать вам немножко, чем я занимаюсь здесь в Сакраменто, в Калифорнии, как мы проживаем, как мы живем и немножко рассказать вам больше о себе. Конечно, если вам интересно, если есть какие-нибудь вопросы, можете задавать в комментариях, пожалуйста. Это мой небольшой гараж, который буквально недавно мы его установили. И есть у меня на моем канале видео, где мы показываем установку этого маленького помещения. Здесь примерно около 1200 квадратных фитов, или как они там считаются. Здесь мы также установили подъемник, где он закопан в землю. Все это есть на моем канале, все видео вы можете просмотреть, если вам интересно. Попастел бы вас так же, чтобы вы подписались на наш канал, поддержали нас в этом. И чем я занимаюсь здесь? Я имею магазин на ebay уже очень много лет. Лет на 16 я занимаюсь ebay магазином. Торгуем запчасти на автомобиле. Есть своя специализация. Если вам интересно, дайте знать в комментариях, чем я занимаюсь. Хочу просто сегодня начать эту рубрику и показать, что мы в данный момент будем делать. Так, мы установили подъемник для того, чтобы на нем развить определенные операции по разборке автомобиля. Опять, еще раз хочу вам показать. Это небольшой шап. Давайте верну камеру, и будет вам более доступно, более видно. Так вот, это то, что мы имеем. Это помещение я купил использованным, то есть это помещение имело предыдущего хозяина. Мы его установили. Здесь примерно 60 фит на 18 ширина и где-то 18 высота этого помещения. Давно я мечтал, чтобы на своем огромном участке иметь подъемник у себя дома, чтобы заниматься своими интересными делами, которые я имею здесь. И сегодня, конечно, я хочу вам показать. Вот эта машина, которую я приобрел, это на запчасти автомобиль. Это Lexus AS300. Это вагон 2004 года. Такой моделью я занимался буквально 10 лет, на протяжении 10 лет. Эта машина приносила мне очень хороший доход. С божьей помощью со временем мы приобрели 10 акр от земли в Калифорнии, что сегодня практически это нереально. То есть, все в свое время происходило. Тоже, если вам интересно, я расскажу, покажу, чем мы занимаемся, как мы здесь поживаем. Это очень интересная модель. Я ее купил для себя. Я не смущаюсь ездить на 18-летней машине. Если хотите, дайте знать в комментариях. Я вам покажу машину, которую я восстановил из этой машины. Туаличная моя машина. Повседневная машина. Я на такой модели проездил больше 7 лет. И в конце концов я разобрал всю свою машину по запчастям и распродал ее по запчастям, чтобы мне это было гораздо выгоднее. Очень интересный салон. Это редкий салон в этой машине. Серенький салон, если вы видите. Все аэрбэги, подушки безопасности, все целы. Перед этой машины был целый. Мы его использовали для другой машины. Так что, если вам интересно, пожалуйста, дайте знать. Все запчасти с этой машины пойдут на наш магазин, который находится на ebay. У нас есть ссылочка внизу в описании. Можете посмотреть или увидеть все эти запчасти. Кстати, здесь двигатель имеет на такой год небольшой пробег. 120 тысяч майлов. Мы его заводили. Машина заводится. То есть заводилась. Прежде чем мы ее разобрали. То есть мы убедились, чтобы двигатель был абсолютно хороший. Поэтому здесь 120 тысяч мили. Если кому интересно, дайте знать в комментариях в описании внизу. Будет ссылка также на этот двигатель, который мы его выставим на ebay. Все там так же будет. Эту машину мы даже сегодня должны с вами переместить на подъемник. Для этого я буду использовать вот такой вот трактор Ford. Желтенький, очень старый. Дам небольшую рубрику о тракторе своем. Мы установили вот такие вот вилы на него. Итак, это съемные вилы. И этими вилами мы будем заталкивать эту машину на наш подъемник. Я вам все это покажу. Вот немножко обзор трактора. Это Ford. 540 модель. Так, давайте я вам покажу, как мы его заводим. И с этого мы начнем перемещение уже машины. С этого пункта А на пункт Б. Уже это наш подъемник. Хорошо, давайте покажу, как заводится этот трактор. Очень интересно. Этот трактор имеет подсос. Вы знаете, старого типа. У меняется подсос. И также здесь мы, конечно, вот его подсос. Мы его сдвигаем до конца. Здесь мы должны проверить, чтобы рычаги стояли на нейтральной скорости. И ключ. Давайте посмотрим, сможем ли мы его завести. Так, трактор завелся. Трактор я завел. Сейчас я поставлю камеру на штатив и начну снимать на ускоренной съемке, чтобы вам показать, как мы передвигаем эту машину на наш подъемник. Субтитры добавил DimaTorzok Итак, ребята, что мы до сих пор сделали? Мы загнали машину на подъемник в это помещение. Сейчас я хочу вам показать, как устанавливаем мы эту машину на подъемник. И скажу некоторые плюсы, некоторые минусы такого подъемника, что у меня есть в данный момент. Хочу также поблагодарить в этом видео своего дядю, дядю Мишу, который, кстати, как бы отдал мне подъемник, который он когда-то приобрел для себя. Так что большое спасибо, дядю Миша. И это подъемник воздушного типа. Сейчас я вам его покажу, как он сделан у нас. То есть, если вы посмотрите, что мы имеем. Мы имеем приход воздуха. Эта бочка должна, в первую очередь, наполнится. После этого мы имеем уже наш так называемый пульт управления. То есть, мы подаем воздух отсюда, по трубе вниз. Труба закопана под землю. И напрямую идет подъемник. То есть, подъемник в себе содержит 30 галлонов масла гидравлического. Заливается все вовнутрь. Когда-нибудь, если будет вам интересно, тоже могу показать. То есть, принцип очень простой. Мне очень нравится, что не надо никакого электричества, ничего. Все гидравлическое. Воздушно-гидравлический подъемник. Мне очень нравится он. Огромные, конечно, плюсы я вижу в том, что у тебя нету поблагодаря. Бокам двух таких стоек, лап, которые мешают тебе открывать двери. Здесь мы можем абсолютно свободно подойти, открыть дверь, работать на возвышенности. Тоже вам это покажу в ближайшее время. Оставайтесь с нами на нашем канале. Кстати, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. У меня есть очень много проектов, которые я намереваюсь делать здесь, на десяти акрах земли. Я вам покажу. Поэтому мой канал называется Advanced Bay. И короткая аббревиатура My Life, My Style. Моя жизнь, мой стиль. Это просто навсего то, чем я занимаюсь. Знаете, я искал нишу на ютубе, чем заниматься. Я пробовал и открывал разные каналы. Но я все-таки перехожу к тому, что мне гораздо легче и проще заниматься именно тем, чем я занимаюсь. И я надеюсь, будут любители, люди, которым будет интересно. Моя жизнь, мой стиль на десяти акрах Сакраменто в Калифорнии. То есть очень много проектов, чем мы здесь занимаемся. Давайте я вам покажу, как мы устанавливаем машину на подъемник. И для этого я сделал такое большое приспособление. Ну, не сделал, а взял. Это такая проволочка. Что я делаю с ней? Теперь я иду под низ машины, цепляюсь за лапу и вытягиваю сюда лапу. Вот такую желтенькую. Ее я устанавливаю, конечно, под место домкрата, где домкрат находится. То есть прикрепляется место для домкрата вот здесь. Это первая лапа. Теперь вторую лапу я вытягиваю. Сюда и устанавливаем ее на место локации второй. Там, где поднимается машина. Там, где устанавливается домкрат. На том месте мы устанавливаем нашу лапу. Также мы делаем, повторяем ту же самую процедуру с этой стороны. Кстати, подъемник имеет два положения. Одно такое положение, одно повыше. То есть, если вы заезжаете, например, с каким-то ручком, грузовичком, то вы можете поднять на высокую лапу. И устанавливаем четвертую лапу. Вот так. Как вы видите, некоторые, конечно, не нравятся такого типа подъемник. Меня очень не устраивает. Кто-то говорит о том, что нельзя трансмиссию снять и так далее. Я вам скажу, что это неправда. И вам покажу. Кстати, оставьте в комментариях, что вы думаете. Такого типа подъемников вы бы предпочитали. Такого или со стойками по сторонам. Итак, дальше следующая процедура. Мы должны заполнить нашу бочку. Так, наша бочка. Мы ее заправляем. Примерно заходит сюда 90 атмосфер воздуха. И немножко ждем. Итак, мы перекрыли воздух. Это достаточно нам для того, чтобы приподнять машину, оторвать машину от земли. И я вам покажу, как это мы делаем. Итак, мы начинаем подъем. Друзья, только для вас. Мне не нужно поднимать машину высоко. Но я хочу вам показать, что этот подъемник из себя представляет. Чтобы вы немножко знали, видели. И скажу, какая привилегия в таком подъемнике. То есть, какую привилегию я вижу в этом подъемнике. Очень плавное поднимание за счет гидравлики и масла. Вы не слышите никаких двигателей, кроме моего компрессора, который закачивает воздух в нашу бочку. Итак, ребята, вот я хочу вам показать, чтобы вы увидели, насколько высоко машина поднята от земли. Хочу вам показать привилегию, скажем, этого подъемника. Как вы видите, что по бокам машины ничего абсолютно не мешает. Я знаю, что есть люди, которым не нравится, якобы этот подъемник неудобный для работы над трансмиссией. Хочу вам показать, что это абсолютно не так. Вот трансмиссия этой машины. Это рядный двигатель и пятиступенчатая коробка. Видите? Поэтому эта коробка находится вот здесь. То есть мы имеем абсолютный доступ и лапы подъемника не мешают скинуть двигатель и трансмиссию вместе вниз. Это мы, конечно, будем с вами наблюдать, как я это буду делать в процессе своей работы. Поэтому этот подъемник очень удобный. И некоторые машины, конечно, неудобны для глушителей. Но в моем варианте все удобно. Раскрутить глушитель, он делится на несколько частей. Все это делится, все это снимается, меняется. То есть я глушитель абсолютно могу легко с этой модели достать. С других модель может немножко посложнее. На этой модели все спустится вниз, трансмиссия и двигатель скидывается вниз. Друзья, хочу показать вам еще одно огромное привилегие этого подъемника. Знаете, чтобы работать мне над двигателем мне гораздо удобнее, чтобы машина была повернута в эту сторону. Расскажите, зачем ты тогда ты не загнал ее так, как ты хотел? Я вам покажу, что возможно сделать именно здесь. Вот привилегия этого подъемника. Потому что ты абсолютно на 360 градусов может поменять машину, положение. И так я буду работать с этой стороны. Если вам понравилось, пальцы вверх. Если, конечно, вам не понравилось, то все равно поставьте пальцы вверх. Это очень уникальная система, очень удобная для работы. Итак, вот примерно такое описание немножко моего подъемника, который я установил здесь буквально месяц тому назад. Когда ты приобретаешь машину на запчасти, самым большим огорчением может быть то, как будто так вот. Лишь бы ты затормозил вовремя. Сегодня будет помогать немножко нам, Никодим. Ты достал свое первое колесо. Бедные твои штаны, они сейчас будут очень грязные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин